Итак, товарищи, сегодня у нас работа Ленина, грозящая катастрофа и как с ней бороться. Мы возьмем первые три части, разберем остальное, оставим на потом, на сладенькое. Первое, что надо сказать, работа была написана в сентябре 2017 года, то есть февральская революция уже прошла и вот-вот скоро будет октябрьская. Если посчитать, там 23-27 сентября написалась по новому стилю, по старому, 10-го, 14-го. Грубо говоря, прошло полгода. У нас Алексей недавно поднимал тему, вот у нас губернатор власти стоит 3 месяца, 100 дней. Пора бы посмотреть какие-то результаты его работы. А здесь товарищ Ленин написал книжку уже через полгода работы временного правительства. Итак, с чего начинает? Первая часть называется «Голод надвигается» и он пишет, что России грозит неминуемая катастрофа. Опять же смотрим, сентябрь месяц, лето прошло, полевые работы прошли, урожай надо собирать, складировать, свозить, а этого ничего не делается. На основании чего и делается вывод, что так и так будет голод, а это ничего хорошего не будет. Причем это самая горячая пора, если ее упустить, соответственно, заготовки и продовольствия просто не успеют сделать. И неминуемо зимой настанет голод. Как, в принципе, мы прекрасно уже из истории это знаем, да, 18-й год был достаточно голодный. При этом, опять же, во всей тогдашней прессе, литературе, на собраниях советов, рабочих и крестьянских депутатов, везде об этом шла речь. Все об этом прекрасно знали, все это видели. То есть в прессе не утихало муссирование этих событий, этого вопроса. То есть все были в курсе, к чему это все делается. И при этом, констатируется Владимир Ильич, что ничего при этом не делается правительством. Как, в принципе, бороться со всеми этими проблемами с надвигающимся голодом? На тот момент было известно. Есть куча литературы, международных примеров. Все это прекрасно, все знали, но ничего не делали. Почему? Потому что капиталисты хотели и помещики нажиться максимально на этой проблеме. Так как меры известны, и в правительстве все знали, но правительство при этом ничего не делало, не назначало контроль над этим вопросом, не планировало как-то это изменить. Соответственно, Владимир Ильич делает вывод, что правительство делало все, что угодно, лишь бы набить свои карманы, а жизнь страны их, собственно, не волновала. Как раз вторая часть называется «Полная бездеятельность», где более конкретно уже описывается, что правительство ведет к тому, чтобы сорвать все поставки продовольствия, в том числе и поставки на фронт. Опять же, смотрите, в сентябре 1917 года еще идет война Первая мировая. Причем тогда же во временем правительства присутствовали не только буржуазные партии, но были еще меньшевики СССР. То есть, опять же, после Октябрьской революции левые СССР и меньшевики вместе с большевиками вошли в правительство Советов Новое. Опять же, они подвергаются той же критикой, что меньшевики, что СССР все прекрасно знают, понимают, знают об этих мерах, но ничего не делают. Почему они не делают? Ну, опять же, Владимир Ильич приходит к такому выводу, что им пораздавали министерские кресла, должности, поназначали их на всякие комитеты исполнительные, центральные и тому подобное. И они в итоге, вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной деятельностью, занимались тем, что делили эти должности, и на этих хлебных должностях просто закрывали глаза на все, что происходит. Тут такой момент, можно даже зачитать, наверное, фразу небольшую. Был центральный комитет, как раз который следил за исполнением указов правительства. Этот комитет в сентябре, 7 сентября 2017 года, официальное постановление выпустил. Полная бездеятельность образованных при правительстве центральных органов регулирования экономической жизни. То есть, все, что было создано временным правительством, все органы для управления экономикой, они бездействовали. И это было признано на уровне самого правительства, специальной комиссии, которая следила за исполнением приказов. И переходим к третьей части. Как раз про эти самые меры контроля, которые и должна была вводить эта комиссия для того, чтобы добиться улучшения в экономике. Опять же, на тот момент, все эти меры контроля были прекрасно всем известны. Была написана целая куча научной литературы, обсуждалось это в газетах и везде, где только можно. Но при этом правительство занималось тем, что втирало населению, что вот мы ничего не можем, вот это сложно, а как же это мы так взять, да посчитать, да, это очень невозможно, это все сложно, это, короче, нам не посильно. На что Владимир Ильич отвечает, что если бы государство хотело этот вопрос решить, то оно бы ввело эти меры всем известные, но оно не хотело это решать, поэтому ничего для этого и не делали. И как раз следующие главы, которые мы будем разбирать на следующих занятиях, они будут посвящены этим мерам. То есть, что можно сделать в экономике для улучшения ситуации. То есть, когда известно, что все плохо, идет все гораздо хуже и хуже, хуже, что можно сделать? Какие вот эти самые обычные, известные меры, которые были известны еще сто лет назад по предотвращению грозящей катастрофы. Опять же, эти меры написаны для буржуазного правительства, временного правительства, которое у нас на тот момент было у власти. То есть, вот у нас сейчас буржуазная власть в России, буржуазная партия «Единая Россия» у нас имеет фактически монополию и своим решением может протолкнуть все что угодно. Вот, в принципе, эти же советы можно использовать и сейчас, в настоящее время. Их точно так же двигать через Думу, принимать. И, в принципе, мы можем на этом очень хорошо и отрегулировать, и поднять экономику. Насчет грозящей катастрофы мы в будущее засматриваться не можем. Но мы и так видим, у нас санкции как ввели, так у нас экономика пала. Показатели все падают стремительно. ВВП, даже несмотря на то, что его считает правительство, не могут насчитать даже на 0,2% в год. Соответственно, у нас объективно падает уровень жизни населения, падают зарплаты, падает экономика. И вот как раз эти меры, которые для буржуазного правительства в свое время рекомендовал Ленин, мы можем рассмотреть и в плане сегодняшнего дня и обсудить. Сейчас я их просто озвучу, все остальное будет на следующих занятиях. Первый, самый главный вопрос, это объединение всех банков в один государственный и назначение контроля государства за ними. Грубо говоря, вот у нас сейчас есть на данный момент ЦБ, он может под себя поднять, выкупить все коммерческие банки, выкупить, национализировать, не важно. Объединить их и регулировать. Когда много банков, за ними следить сложно. Это разные организации в разных городах, разные счета, разные правила. Когда это одна идиная организация, работающая по одной схеме, ее проверять и контролировать гораздо легче. Это первая мера. Вторая мера – национализация синдикатов. Грубо говоря, крупных монополий корпораций, то есть объединение всех крупных монополий и перевод их под государственный контроль. Частично мы, опять же, наблюдаем сейчас. У нас есть Газпром, крупный холдинг, который частично принадлежит государству. У нас есть Роснефть. То есть такие крупные госкорпорации, в принципе, они существуют. Единственное, что у них часть акций принадлежит сторонним лицам, а не только государству. Но, опять же, все равно такие крупные организации, типа РЖД, которые едины на всю страну, их очень удобно и легко контролировать, следить, что там происходит. Третья мера – это отмена коммерческой тайны. Опять же, если предприятие обладает возможностью все спрятать, какую-то отчетную, сказать, это коммерческая тайна, мы ничего не скажем. Соответственно, она может укрывать часть данных и как раз подводить к этой самой катастрофе. То есть она в своих меркантильных интересах самой компании будет продвигать для получения прибыли все, что угодно. Вот как мы говорили, что тогда наблюдался голод, то есть они могли взять, придержать зерно, подождать, пока повысятся на него цены. А проверочная комиссия, которая бы к ним пришла, они сказали, что это коммерческая тайна, мы не будем раскрывать своих запасов зерна. Соответственно, из желания нажиться они могли очень хорошо подняться. А коммерческая тайна дает им для этого юридические возможности. Четвертый пункт, принудительное, скажем, более современное, это принудительное объединение в союзы промышленников. То есть все мелкие отдельные корпорации, их можно объединить. То есть первый пункт касался только банков, что все коммерческие банки объединяем в один, в общую единую корпорацию. Также и все остальные промышленные предприятия, торговые предприятия, также следует по возможности объединять большие синдикаты, союзы, корпорации, холдинги, называйте как хотите, кому как больше нравится. И пятая мера, это принудительное объединение населения в потребительские общества и потребительские союзы. Опять же, когда настаёт голод, встаёт вопрос, как кормить население и как их учитывать, чтобы кто-то не умирал с голода, а кто-то при этом не жрал в три горла. Поэтому люди по каким-либо признакам собираются в отдельные потребительские союзы и их снабжают. Примеры, опять же, с наших перестроечных годов, когда люди были объединены по предприятиям и на каждом предприятии выдавались талоны. А потом они с этими талонами шли и закупались в магазине. Примерно такой же способ. Опять же, как боролись с голодом в 30-х и 20-х годах, точно так же объединяли всех людей, учитывали и выдавали на них норму. Соответственно, норма распределялась по членам кооперативов. Вот, на этом всё. Следующие главы рассмотрим на следующем занятии. Субтитры создавал DimaTorzok